Дмитрий Юрьевич, вопрос следующий. Когда происходит в мире некие резонансные события, такие как Кукшени Бонди, например, другие события на Велго-Востоке Украины, оценка и донесение информации об этих событиях в СМИ до прямо противоположных. Потом понятно, что и те, и другие, и наши СМИ, и зарубежные, они в той иной степени либо скрывают правду, либо выдают желание за действительное. Вопрос в том, есть ли у вас какие-то способы, методы, приемы, как ориентироваться в этом потоке информации? То есть как вы фильтруете и строите свою позицию? Ну, номер один – пролетарское сознание. Именно оно позволяет правильно на все смотреть. Это раз. Номер два – жизненный опыт. Как? Что я в этом вижу? Ну, не знаю, вот самолет сбили, да, который над Украиной сбили. Что там главное? Сразу смотрите в корень. Что там главное? Там идет война, а кто-то запустил самолет в зону ведения боевых действий. Дальше наплевать абсолютно, кто его сбил и как. Виноваты те, кто его туда запустил, в зону ведения боевых действий. То есть кто? Украинское правительство. Все, больше там обсуждать нечего. Виноваты в этом они. Точно так же, как они на учениях на своих сбили самолет, летевшие из Израиля, тоже виноваты. Они прихали потом, бесстыдно вообще, распираясь от всего. Ну и сейчас то же самое. В целом, ну, не знаю, да, конечно, есть точка зрения наша, а есть точка зрения не наша. Но наша точка зрения, она, во-первых, за нас. Какая бы она ни была, все равно, то есть там эти вот вопли, там на Первом канале сплошная пропаганда. А что там должно быть? Мне, например, непонятно, что вы в телевизоре делаете гражданин Сванидзе. Вообще не понимаю, почему государство за это деньги платит, чтобы он на это самое государство, там, задрак хвост испражнялся. Это зачем вы вообще? Какую цель, какие задачи? Часть там этих зрителей, которые мои ролики смотрят, а что вы зовете только этих, которые там на стороне Донбасса воюют, позовите с украинской стороны кого-нибудь? Я говорю, да, зачем мне звать этих, я даже не знаю приличного слова, зачем мне их звать, а у них своя правда. Но здоровье у немцев, которые к нам пришли, свои правды было еще больше. Война почему-то закончилась в Берлине, там, где у меня, так сказать, родовые поместья, там бескрайние немецкие кладбища. Ничего, кто вас сюда звал? Зачем вы сюда пришли? Если у вас такая своя правда, вот два метра под землей, ваша правда, и у вас на Украине должно быть точно такая же. Ну, а как другую позицию можно занимать вообще? Понимаете, тут я, как бывший уперуполномоченный, очень сильно интересовался, и сейчас интересуюсь, например, жизненно организованных преступных сообществ. Они достаточно такие первобытного уровня, в общем-то, там, понятия, магические значения слов, там, если так можно говорить, так нельзя, за это ответить надо и прочее. Но там есть такие суровые характерные черты. Если человек из нашей семьи, сицилийской, прав он, неправ, никого это не интересует снаружи, мы внутри с ним разберемся. А так, мы будем стоять за него все стеной. Вообще, неважно, как он поступил, неважно, как он себя вел, это наш человек, разбираться с ним будем мы, а не вы. Поэтому какие-то там мнения украин, американцев, англичан о том, что происходит у нас внутри, не в ваше собачье дело. Это мы здесь разбираться будем, а не вы. А вас мы будем пугать и на вас на езде. Только так, никаких других способов нет. Оно, как вам сказать, понимаете, вот попытки представить действия государств как что-то там хорошее, приличное, это обман. Всеобщее государство, все, и в первую очередь сильные, всегда действуют как бандиты, они не считаются ни с кем, им плевать на все законы, как США, хочу бомблю, не хочу, не бомблю. Это абсолютная норма, это при том, что давайте не будем кривляться, США, как ни крути, это самая главная демократия на планете Земля. Чего бы там кому ни казалось, таких свобод, как у них, нет больше ни у кого. И тем не менее, снаружи они себя ведут вот так. Есть для этого какие-то поводы и причины? Конечно, есть. Зачем американцам такая армия, на которую они тратят денег больше, чем все остальные государства мира вместе взятые? Для того, чтобы получать бабки, потому что военное воздействие на окружающих приносит чудовищные деньги. А мы что, мы должны в стране стоять, что ли? Нет, у нас тоже должна быть здоровенная армия. Давайте мы будем всех пугать. Точно так же, как они, давайте мы на всех нажмем. Мы тоже хотим, чтобы у нас было много денег, потому что много денег, если в стране, то много денег у граждан. Они живут-то хорошо только потому, что могут всех душить и давить, и таким образом деньги текут в США. А нам что, не надо, что ли? Тоже надо. Поэтому все рассказывают о том, что у нас армии быть не должно, у нас не должно быть никаких интересов, и мы должны слушать каких-то балбесов непонятных. Зачем нам их слушать? Они нам деньги принесут? Нет. Могущество принесут? Нет. Я, когда молодой был, к вам вот сюда, например, опасно было ездить. Я живу в Купщино. У нас был суровый район. Проживал я на улице Пражской, где как раз вот Софийскую, и до вас теперь, как я тут с ужасом увидел, уже дотянули. Это был опаснейший район. Там улица Бассейная, Белокуна, Софийская. Там непрерывно какие-то разборки происходили. А у вас тут было еще страшнее. И ездить можно было сюда, например, в друзья, только физически, крепкому, накачанному пареньку, умеющему общаться с местными жителями, не вызывая у них раздражения. Во-первых, надо быть здоровым, во-вторых, надо уметь разговаривать и себя вести. Но жизнь так устроена, по-другому нельзя. Поэтому почему я должен кого-то слушать? Не нам никого слушать, нам на жизнь смотреть. Трезвые действия свои, так сказать, устраивать. Соответствие с тем, как она устроена. Спасибо.